Хочешь, я убью соседей, что мешают спать? Никогда не всплывала в голове эта фраза, пожалуй, только у ярых нелюбителей земфиры, ну или у тех, кому повезло жить вдали от городской суеты и звуков жизни мегаполиса. В наше время тишина роскоши, несмотря на современные возможности, которые позволяют максимально шумоизолировать квартиру со стройками под окнами или соседями, делающими ремонт годами, бороться непросто. Не знаю, слышно ли на телефоне. Слышите дрель? Наверное, не слышите. А я, блин, слышу. Время как бы уже почти час. Класс, высплюсь завтра просто вот. Девушка, выложившая это видео в сети, рассказала, что живет в новом доме и вот уже где-то месяц, делающий ремонт соседи, активизируется по ночам. Два-три раза в неделю засыпать приходится под звуки перфоратора. На данный момент осверлить, слушать музыку, петь песни и развлекаться другими подобными шумными способами можно до 11 часов вечера. И до 7 утра тишина должна быть вам обеспечена. В противном случае, вместо того, чтобы страдать от потерянного сна, бить по батареям, взывая к совести соседа, необязательно. Сотрудники полиции рекомендуют звонить 02. Как реагировать на данную ситуацию? Это, соответственно, вызов сотрудника полиции, который приезжает на вызов, фиксирует данный факт, берут объяснение от очевидцев, свидетелей, также принимают заявления от потерпевших стороны, опрашивают сторону, которую нарушало. Далее собирается материал по делу и отправляется в префектуру района, после чего штраф, наложенный на нарушителя, возможно, сделает его более ответственным, а вам обеспечит крепкий сон. А вот бороться с теми, кто шумит средь бела дня, мешаясь под детям, да или просто сводит с ума неприятными звуками, пока сложно. Но эту проблему планируют решить и на законодательном уровне. На рассмотрение находится закон, который обеспечит россиянам тихий час с 13 до 15.00. Сейчас вносится на рассмотрение то, что добавит еще нарушение в обеденный период. То есть это нарушение как от строительных шумов, от шума музыки и вплоть до шума от проживающих вместе с хозяевами животных. Поживем, что называется, увидим, а ну или услышим. Если повезет, то действительно тишина. И в случае со стройками или бесконечным ремонтом в новостройках это, скорее всего, действительно поможет. А случаи между тем и бывают разные. И что самое удивительное, иногда страдают не только те, кому шумно, но и те, кто якобы шумит. В одном из рязанских фитнес-центров эпопея длится вот уже несколько лет. Из-за того, что центр находится в жилом доме, жильцы жалуются на музыку, которую слышно во время занятий. Чего только не пришлось пережить руководством. Вызовы милиции, угрозы закрытия, дела, доведенные до суда и в итоге заключение как Роспотребнадзора, так и независимые экспертизы для собственного успокоения. Уровень шума не превышает предельно допустимые нормы. Казалось бы, все по закону и можно выдохнуть, но не тут-то было. И даже то, что закрывается центр в 9 вечера, а шумных занятий в самом злополучном зале давно нет, по гуманным соображениям. Зато есть дополнительная шумоизоляция. Особо упорные жители по-прежнему не хотят мира. Несмотря на все, что мы прошли, вот эти огни и воды, и эти доказательства, но как бы все равно покоя нас не оставили. Постоянно поступают звонки, постоянно с угрозами, с шантажом. Очень сложно иногда работать, потому что такие иногда и лечебные. У нас гимнастика ведется, и оздоровительные, когда люди там просто приходят отдохнуть. И такая, конечно, нервотропка. Эти жильцы могут врываться к нам в центр, например. Ну, то есть, до сих пор это все продолжается. Но мы стараемся быть лояльными, спокойно решаем все в мирном, мирном русле. Так что, видимо, пока мы сами не научимся быть ответственнее друг перед другом и идти на уступки, вряд ли войны шумящих и страдающих когда-нибудь закончатся. Ведь на самом деле несложно выключить музыку, если она действительно мешает споднем ребенку. Не оставлять скулящую собаку на целый день одну. И просто помнить, что сверлить по ночам и буянить под окнами как минимум некрасиво.